Всем привет! Меня зовут Маша. Сегодня я хотела бы рассказать вам, как защитить контент от воровства. Обязательно досмотрите видео до конца, поделитесь с друзьями, ну и ставьте лайк, если хотите, чтобы мы и далее радовали вас интересными видео. Ну что же, приступим? Конечно, каждому владельцу сайта хочется, чтобы его продукт был первым в выдаче. Ведь вы старались, наполняли сайт уникальным контентом, качественными материалами, нашли хорошие фотографии и полезные видео. И, соответственно, ждете высокой индексации определенного профита. Но, к сожалению, реальность такова, что контент воруют. И воруют довольно часто. Да, неприятно, особенно если вашу статью украли, и поисковик проиндексировал прогеат раньше, чем вашу собственность. В таком случае именно ваш сайт может подпасть под фильтр поисковика, как сайт с ворованным содержимым. И уже вам придется доказывать, что вы совсем не двугорбый. Но в данном видео я не буду советовать, как ругаться с ворами, или упрашивать Яндекс или Гугл поверить вам, как владельцу материала. Давайте сделаем все, чтобы ваши статьи всеми возможными способами защитить от воровства. Итак, кто ворует уникальный контент и для чего? Чаще всего молодые и неопытные блогеры очень хотят иметь содержательный ресурс. А ума сделать его таким не хватает. Вот и начинают они при неимении своих идей нагло тырить чужие. Почему-то наши люди абсолютно равнодушны к чужой интеллектуальной собственности, и копирование текстов с других сайтов считают чуть ли не благодетельством для последних. В то время как во всем мире своими идеями зарабатывают состояния, наши соотечественники могут рассчитывать только на анонимное признание. Почему анонимное? Потому что после взаимного копирования одной и той же статьи уже очень сложно узнать, кто ее автор. Есть еще категория мусорных сайтов, на которых продаются ссылки, и они гребут себе абсолютно любой контент, лишь бы вставить в него линки. Им не нужна уникальность или продвижение количества мусора и спама на них и так зашкаливает. Также уникальные тексты вставляют на специальные сайты синонимов. И получается такой себе полурерайт, который вроде уже и не ваша статья, но и не отдельно написанный материал. Что делать? Для начала давайте предупредим Яндекс, что скоро на его просторы выйдет тот или иной контент. Как это сделать? Специальный ресурс Яндекс.Вебмастер предлагает авторам загрузить уникальный текст перед публикацией. Таким образом, в любых спорных ситуациях с контентом Яндекс будет на вашей стороне. Советуем залить материал за пару дней до публикации, чтобы быть точно уверенным, что система его прокачала. Ту же фишку с небольшими изменениями предлагает Google+. Для начала создайте свой аккаунт в Google и в разделе «Мои публикации» разместите свои статьи. Таким образом, Google подтвердит ваше авторство и в будущем не возникнет вопросов, кто создал контент. Есть также другой способ. Он делается знакомым программистом за небольшое или большое вознаграждение. Может полностью заблокировать содержимое страницы от копирования, когда не срабатывает ни правая кнопка мыши, ни Ctrl-C. В другом случае можно прописать в настройках сайта ссылку на свой ресурс, и при копировании будет указываться первоисточник. Конечно, ссылку можно убрать, но не всегда ее замечают, а ваш контент будет с указанием правообладателя. Метод перелинковок тоже успешно применяется для защиты от пиратов. Все ваши активные ссылки переносятся на сторонний ресурс, а вам остается только радоваться от возросшего посещения активных линков и нарастить трафик за счет несмотрительных действий воров чужих статей. Если ваш материал может вместить какую-то прецизионную информацию, то это тоже послужит определением вас как собственника статьи. Название компании, ссылки на ваш сайт и другие отправки к оригиналу не оставят сомнений о ваших правах на данный текст. Используйте преимущества, которые дают социальные сети. Публикуйте анонсы на свою статью во всех аккаунтах, тем самым повышая посещаемость своего сайта. Что ж, из всего вышеперечисленного следует, что защищать контент необходимо в первую очередь, чтобы ваш сайт оставался на передовых позициях выдачи и не попадал под санкции поисковиков. Конечно, эти способы можно обойти при желании, но подумайте, возникнет ли желание воровать именно у вас? Отметая указания на авторство и убирая линки, если в море интернет-контента есть масса других источников, создатели которых не озаботились их защитой. В погоне за передовыми методами охраны своих данных рекомендуем создавать только уникальный контент, который будет интересен и полезен пользователям. И тогда ваши статьи всегда будут востребованы и признаны. Ну вот и все. Я надеюсь, что теперь вы узнали, как защитить контент от воровства. Если понравилось видео и вы хотите увидеть новые выпуски, обязательно подпишитесь на канал. Я буду рада ответить на все ваши вопросы в комментариях под этим видео. Ну и, конечно же, лучший способ нас отблагодарить за видео – поставить палец вверх. В следующий раз я дам вам 9 советов по использованию визуального контента для вовлечения своей аудитории. Субтитры подогнал «Симон»!